Всем привет! Меня зовут Даша Тубальцева, и мой любимый формат влога возвращается. Я сейчас нахожусь в финском городе Тампоры. Я сюда приехала на вынесенные матчи НХЛ на Коламбус, Колорадо. Вот сейчас нахожусь на открытой тренировке Колорадо за день до первого матча. В Тампоры я приехала за несколько дней до матчей. Захотелось прочувствовать этот город, а также поговорить с нашими ребятами. Сейчас предлагаю вам окунуться в мое прошлое, покажу вам, как я добиралась до Тампоры, и как прошел мой вчерашний день. Это была среда, 2 ноября. Так, ситуация. 8.20 утра, 1 ноября. Я спускаюсь в машину и еду в Финляндию. Я уже в Финляндии, не стала записывать видео, пока не прошла границу, переживала, мало ли будут какие-то проблемы, трудности, сами понимаете. Но сразу скажу, что русско-финская граница закрыта для туристов, так как мой мужик с уданимом Евросоюза, я вместе с ним смогла проехать по турбизе. На границе вообще никого нет, ноль машин, но мы где-то около часа проходили две границы. Вот уже пью финский кофе, американо, очень вкусный. До Тампере ехать где-то 3 с чем-то часа. Сегодня 2 ноября. Вчера уже было темно, когда приехали в Тампере. Пока там вещи разбирала, за продуктами ездила, не было времени записать видео. В общем, я в Тампере, но сегодня еду в Хельсинки на интервью с Владом Гавриковым, потому что, оказывается, и Коламбус, и Колорадо, они до четверга в Хельсинки. И вот только завтра приедут в Тампере, проведут открытую тренировку, и в пятницу уже хоккей. Из новостей. Штраф на 60 евро за неправильную парковку. Но суть в том, что парковка не то, что она неправильная, просто у меня нет часов, где нужно отмечать, когда ты встал, потому что здесь парковка, несмотря на то, что это спальный район, днем только 4 часа бесплатно можно стоять. Я стояла меньше, но штраф пришел, надо будет оплачивать, потому что иначе будут на границе проблемы. Ладненько, я пошла собираться, впереди 180 километров до Хельсинки. Вышла из подъезда, иду к машине, переживаю, чтобы не найти еще один штраф, потому что у меня зарплаты не хватит всех оплачивать. Еду в Хельсинки одна, без мужа, он приболел. Немножечко страшновато, все-таки 180 километров, но буду надеяться, что справлюсь. А вот мой милый дворик до воскресенья. Тут, конечно, уютненько, все в скандинавском стиле. Большие окна, маленькие потолки, минимализм. Все как любят Финляндии, Швеции, Дании. Две хорошие новости. Первое, мне не приклеили штрафы, значит, я припарковалась в месте, где можно стоять, сколько угодно времени. Вторая новость, я купила вот такие часики. Они нужны как раз для того, чтобы оставлять машину в зоне, где парковка ограничена по времени. То есть ты здесь отмечаешь время, на лобовое стекло и идешь по делам. Так больше не придет штраф. Опробую эту штуку в Хельсинки. Кстати, я тут поняла, что я говорю тампере, а надо говорить тампере, потому что тампере говорят финны. Буду иметь в виду. Так, я только что поговорила с Владом Гавриковым. Ничего, естественно, не записала, потому что сначала я полчаса искала парковку. Потом я поняла, что парковка только на час. И вот я уже опаздываю, так что вот вам немножечко Хельсинки, иду искать свою машину. Знаете, прикол. В общем, отель, где живет Коламбус и Колорадо в самом центре. И там около отеля прям стоят болельщики в кепочках и ждут, чтобы фоточку сделать. Так, я дошла до машины. Так, штрафа нет, слава богу. И вот сейчас тоже пришлась по центральной улице. И реально куча болельщиков. Так классно. Мысль этого дня. Я, кажется, очень люблю делать интервью. Люблю НХЛ, свою работу, хоккей. Что я поехала на интервью за 178 километров. Чтобы просто приехать, поболтать с Гавриком, потому что завтра времени не будет. И поехать домой. Ну, прикольно. Я довольна. Классно. Интервью выйдет на Спорт24 или уже вышло к моменту выпуска этого ролика. Здесь будут только видосики опроса. Блиц. Я скажу, наверное, одна из это Вегас. Атмосфера супер. Болельщики там прекрасно болеют. Раздевалка там хорошая. Также. Затем новый каток у Детройта, который тоже очень... Там гостевые раздевалки. И там тоже атмосфера хорошая. Но, наверное, Вегас все равно для меня один такой из фаворитов. Также я еще скажу Нью-Йорк Рейнджерс, Мэдисон Сквер Гарден, у них всегда публика топ. Я скажу... Ну, топ-3. Топ-3. Но это, опять, знаешь, почему сложно? Потому что есть, например, какой-нибудь Лос-Анджелес. Там все классно, но там дорого. Если мы все откинуть, я скажу Нью-Йорк, я скажу Майами, Коламбус. Вот такой вот. Ну, Маршан, наверное. Брат Маршан. Тоже очень много их. Ну, Конор Макдэвид, наверное, будет. В ней надеюсь. Хобо. Умственно. Тогда умственно. Ситуация в тренировочный день такая. Входной билет на тренировку стоит 17 евро. И я думала, что можно купить в кассе. Приготовила кэш. Но касс здесь нет. Только онлайн. Сайт был на финском. Я полчаса стояла на улице. Пыталась понять, как, черт возьми, купить билет. Разобралась. Купила. Захожу. И мне говорят, извините, у вас слишком большой рюкзак. Нужно оставить его в гардеробе. Стоит это 3 евро. Окей. Оставила лэптоп. Рюкзак оставила. Говорят, можно заплатить только карту. А я говорю, у меня нет карты. Вот вам наличные. Мне разрешили бесплатно. Ну, хоть какой-то плюс. Блин, как клево. Они настоящие, вы прикиньте. Давайте, смотрите. Вот Ничушкин, 13-й. Вон Миша Мальцев катается. Блин, знаете, я тут, короче, самая яркая на арене в своей желтой куртке. Еще и говорю по-русски. На меня уже косо посматривают. Айне, 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 айне. Расскажу потрясающую историю. Решила я поехать в центр Тампоры, погулять, поснимать. Еду в автобусе. Открыла карту посмотреть, когда моя остановка. Смотрю церковь Александра Невского. Рядом. Быстро выхожу. И что вы думаете? Реально церковь в русском стиле в центре финского города Тампоры. Я загуглила. Оказывается, церковь построена в 19 веке на деньги российского правительства. И вот до сих пор стоит и так же называется. А тут совсем рядом, получается, вот за моей головой уже Нокио-арена. Как раз хоккейная арена, где будут матчи НХЛ. Ура-ура! Наконец-то наступил день первого матча. Я уже сейчас пойду собираться на арену. Все вам покажу. Всю атмосферу постараюсь передать. А пока предлагаю вам посмотреть небольшие блиц-опросы, которые мы вчера записали с Егором Чнаховым и Мишей Мальцем. Пол-арена. Наша арена. Нью-Йорк. Мне там нравится. Я из Питера. Погода такая же примерно. Там все есть. И русские рестораны, и парки, и центр города. Магазины. Все есть. Ну, Маршант, наверное. Шестеркин. Теннис большой. Физическое. Я читал какую-то психологию хирургов. Книга... Не навреди. История жизни, смерти в нейрохирургии. Там типа про психологию, что-то такое. Прикольно. Как доктора принимают смерть или что-то такое. А фильм... Вот вчера как раз посмотрел на Netflix. Новый вышел. Все тихо на Западном фронте. Примарку. Да-да-да. По книге очень понравился. Бокал пива. Вегас, наверное. Или Нью-Йорк. Не, Нью-Йорк. По атмосфере Нью-Йорк. Калабус. К чему? Не знаю. Там... Как дом. Маршант. Василевский. Футбол. Наверное, физическое. Книга, не помню. Недавно закончил. Я забыл, как называется. Короче, психология. А фильм... Телохранитель Джона Киллера. Калпива. Очереди на вход в арену. До игры час. Нам дали подставку для пива. Показывай. Ну, а за пивом какая-то большая очередь. И, по-моему, оно здесь очень дорогое. Считается, что в Финляндии пьют только пиво. Но вы посмотрите, сколько людей в винном баре. Так необычно видеть людей на хоккее с винишком. Ну, прикольно. Кофейня на арене не пользуется популярностью. Здесь нет очереди. Единственное место на арене, где ноль людей. Мы, конечно, опять все перепутали. И уже началась раскатка. Ну, классно, что могу сказать. Пока до матча остается еще 7 минут. Хотела с вами немножко поболтать. Так получилось, что я сижу на трибуне Колорадо. Здесь миллион людей в футболках Рандоне. И за это я должна поблагодарить Мишу Мальцева. Потому что именно он мне дал возможность попасть на эти матчи. И он мне подарил билеты на сегодняшний матч и на завтрашний. Миш, тебе, пожалуйста, хит-триков, передач, кубков в НХЛ. Ты очень классная. Спасибо тебе большое. Ну, и у меня сегодня не остается никаких других вариантов, как болеть за Колорадо. Так что, go, Avalanche, go. Сзади меня, вот, слева, получается, сидит Сандис Овзолиниш. Колорадо открыл счет. Наша трибуна, конечно, встала. Знаете, никогда не пила пиво на хоккее. Вот пью, но тут это, честно говоря, мучение. Потому что уже начался второй период. Мы опаздываем. Гигантские везде очереди. Не пройти. Очень неудобно. Так что, фи, ареним тампоры. Уже вышли с арены. Первый матч закончился. Колорадо победила с счетом 6-3. У меня, конечно же, сломался микрофон. В принципе, всегда, когда я снимаю влоги за границей, у меня ломается микрофон. Это такая, как бы, классика. И я, конечно, не взяла с собой запасной. Не знаю, что буду завтра делать. Подумаем. Но с вами прощаюсь до завтра, так сказать. Увидимся на следующем матче Колорадо-Коламбус. А я побежала на автобус, который через 9 минут. Я теперь вторым матчем решила доехать до центра. Тут на центральной площади фан-зона НХЛ. Сейчас будем все смотреть, изучать. Субтитры сделал DimaTorzok. Иду на второй матч. Через час игра. Я надеюсь, что хотя бы сегодня русские ребята забьют или отдадут передачу. А то вчера так и не дождались русских очков. Смотрите, я в обновочках. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, под этот прекрасный первый финский снег я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот влог. Прочувствовали эту очень классную атмосферу вынесенных матчей НХЛ. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, ненадолго. Увидимся в следующих влогах. Пока-пока.